Прожить вместе долгую жизнь – огромное счастье, и вместе с тем это великий труд. В нашем районе есть примеры дружных сплоченных семей, где чтят и уважают друг друга. О супругах Санниковых корреспонденты Славянской муниципальной телерадиокомпании уже рассказывали ровно пять лет назад, когда они перешагнули бриллиантовый супружеский юбилей. В этом году семья Санниковых отметила железную годовщину свадьбы. О трогательной истории любви, пронесенной через 65 лет, расскажут Надежда Неткачева и Игорь Ванчугов. Супруги Санниковы, как и в тот далекий день своего бракосочетания, все так же с любовью и уважением смотрят друг на друга и танцуют свой свадебный вальс, только уже на бриллиантовом юбилее супружеской жизни. С тех пор прошло пять лет, и Евгений Яковлевич и Анна Георгиевна перешагнули следующий железный юбилей свадьбы. Сама судьба свела их вместе – молодого геодезиста-практиканта и юную 17-летнюю девушку. Я в Новокузнецке жила. Город шахтеров, можно сказать. Женя приехал туда работать. Партия у них была, высоковольтную линию они проводили. На шахте? Да. Мы… Это было… Так, это был 49-й год, конец уже. 49-го года. Я ещё саплюшка, ещё 18-летняя была. Встретились, обменялись взглядами, познакомились. Это была любовь с первого взгляда. Каждый сумел увидеть, узнать в своём будущем спутники того единственного, кто стал самым родным и самым близким на долгие годы. 65 лет назад, 13 января в 1950 году, двое молодых скрепили подписями «Союз своих сердец» и пошли по жизни рука об руку. Какие кольца, никаких свидетелей. Идём в бою. Чеборажем. За плечами супружеской пары огромный, пройденный вместе жизненный путь. Всегда вместе, всегда рядом. В тяжёлые послевоенные годы семейная жизнь была не сладкой. Сразу после свадьбы Евгения Санникова отправили в командировку в республику Тува. Молодожёны провели свой медовый месяц в суровых условиях. Две буржуйки стояли в разных концах. Обогревали. Обогревали, да. Сколотили топчаны. Ну, как, значит, типа нар такой, что-то такое. Нары. Жердочки положили. Положили, значит, один спальный мешок под себя, а второй в лезе. 47 килограммов было. В двоём спальный мешок спали. Ну, иначе апрель месяц, холода такие. Верная супруга всегда была рядом. Воспитывала детей, за что Евгений Яковлевич ей очень благодарен. Ведь главным стержнем в его жизни всегда была и есть семья. Спустя 65 лет супруги признаются, что за столько времени они ни разу не ругались. Разве что в шутку. В их семье царит гармония и любовь. В доме всё по паре. Лебеди на коврике, влюблённые на картине. На фотографиях они всегда рядом друг с другом. Мы, если поссорились, такого не бывает, чтобы не поссориться. Мы никогда не оскорбляем друг друга. Ну, я покричала, покричала через пять лет. Самое главное – не употреблять слов таких оскорбительных друг к другу во время ссоры. Я забыла, о чём я кричала. Женщина – хранительница домашнего очага. И именно от неё зависит, как сложится семейная жизнь, считает Анна Георгиевна. Она поделилась своим секретом счастливого брака. Надо с уважением. Надо постараться. Я, например, всё время как-то стараюсь, чтобы он у меня чистенький был, чтобы вовремя покушал. Я переживаю за него, когда он заболел. Там Женечка. Я не знаю, что… Удивляется, почему она так называет меня. Многие удивляются. Называет меня Женечка. Какой Женечка? Я уже прадед. Сейчас у Читы Санниковых взрослые дети, внуки и уже есть правнуки. И всё это – главное богатство двух юбиляров. Железная свадьба – это больше, чем полвека вместе. Прожитые годы сплотили и укрепили чувства супругов. Евгений Яковлевич и Анна Георгиевна прожили вместе 65 счастливых лет. Они – пример верности и семейного счастья для всех молодых славянцев. Надежда Неткачева, Игорь Ванчуков. Программа «События». Игорь Негода. Спасибо.